Администрация президента Джо Байдена отказывается называть снижение ВВП США на протяжении двух кварталов этого года рецессии. По словам министра финансов Джанет Йеллен, в США происходит необходимое замедление после сильного разогрева экономики в 2021 году. Уровень занятости при этом остается стабильным. У большинства экономистов и у большинства американцев одинаковое определение рецессии. Существенное сокращение рабочих мест и массовые сокращения. Закрытие предприятий. Значительное замедление активности частного сектора. Сильное уменьшение семейных бюджетов. То есть масштабное ослабление нашей экономики. Сейчас мы этого не наблюдаем. Мы видим появление новых рабочих мест. Семейные доходы остаются высокими. Потребители тратят, а бизнес растет. Замедление роста американской экономики происходит на фоне самой высокой за последние 40 лет инфляции и рекордного государственного долга. Снизить последствия инфляции, сократить бюджетный дефицит, призван двухпартийный законопроект. По-моему, мы нашли компромисс. Это не законопроект демократов, это не законопроект республиканцев, это законопроект американцев. Законопроект предполагает увеличение налогов на крупные доходы и понижение стоимости лекарств и медицинской страховки.